Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло.Опт И сегодня мы представляем вам обзор мыльных орехов 100 грамм. Плоды мыльного дерева это органическое средство моющего действия. Страна в произрастании Индия. Внешне моющие орехи напоминают маленькие шарики, покрытые жесткой кожурой. Цветовая гамма от черного до желтого. Благодаря содержанию сапонинов в их составе, мыльные орехи обладают прекрасно пенообразующими характеристиками. Любители экокосметики по достоинству оценят моющие характеристики мыльных орехов. Будучи 100% натуральные, они прекрасно пенятся. Впоследствии не вызывают сухости кожи, головы, благодаря отсутствию щелчных реакций. По сравнению с действием других современных моющих средств и террористических. Преимущество применения мыльных орехов таково. Кипоэргенные, безопасные, натуральные, экологически чистые. Не содержат химических добавок, отдушек, консервантов. Эффективное очищение. Обладают прекрасными моющими свойствами. Универсальны. Не вызывают сухость кожи. Нормализация жирового баланса. Обладает отбеливающим эффектом. Противоугревое действие. Профилактика перхоти. Профилактика лечения экземы. Возможности бытового и косметического использования мыльных орехов таковы. Зубная паста. Моющая косметика для волос и тела. Очищающие скрабы. Бытовое моющее средство. Мутье фруктов, овощей. Чистка рельных изделий. Косметика для ваших домашних питомцев. Даже рекомендуется использовать вместо шампуням от БОК. Мэйные орехи это экологически чистый продукт универсального моющего действия. Предлагаем вашему вниманию несколько простых способов изменения мыльных орехов в качестве косметических средств и бытовых нужд. Например, различные гели для мытья посуды. Или же порошки для мытья посуды. Такие можно добавлять в шампуни, в разные чищащие средства. Это универсальные красивые орешки, которые помогают вам в быту. Вот такой пакетик. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот так выглядит орешек. Маленький, твердый. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok